есть у меня вот такой замечательный подстаканник выпустила его одно из смоленских предприятий именно к юбилею к тогдашнему к 1125-летию со дня основания города на нем нарисована пушка и сверху сидит птица гамаюн вот такую прелесть тогда выпустили точнее было еще четыре варианта с видами крепости крепы одна из башен с флагом еще там какие-то варианты были но у меня вот только вот такой вариант имеется сейчас я вас с этой стороны тоже покажу вот тоже зубчики от крепости так простенький такой подстаканник несложный но для жителей города хорошая память так скажем и нам тоже поскольку это город российский вот какие-то интересности хотелось бы вспомнить о смоленске никто не знает точно когда он был основан впервые город упоминается в летописи датированной середины 9 века так как смоленск веками защищал западные рубежи и руси его часто называют город щит или щит россии смоленск самый удаленный от москвы административный центр области из числа гранички с московской областью же большинство исследований сходится во мнении что название города происходит от реки смольня могучая река дне проберет начало именно в смоленской области смоленк стоит на обоих ее берегах пасмурных дней тут около половины ежегодно долгое время город был столицей смоленского княжества а позднее входил в состав великого княжества литовского в конце 14 века чума опустошила смоленск и в живых осталось согласно летописи лишь пятеро горожан каменная крепость взамен деревянного кремля была построена здесь на рубеже 16 17 веков во время вторжения наполеона в россию смоленск был разорен и восстановление заняло десятилетия впервые киносеанс состоялся здесь в 1901 году византийский император константин упоминал смоленск в качестве крупного города в своем труде об управлении империи юрий гагарин первый космонавт мира родом именно отсюда из смоленска уроженец этого города морис маркин в начале прошлого века перебрался в шаги впоследствии стал владельцем самой крупной таксомоторной компании нью-йорка именно он популяризовал классические в наши дни желтые такси которые так много на нью-йоркских улицах на протяжении года здесь жил и творил знаменитый композитор глинка на смоленском гербе изображена мифическая птица гамаюн я не как-нибудь отдельно еще расскажу у смоленске есть 8 городов-побратимов вот такой вот а сегодня мы празднуем 1159 9 лет со дня основания год основания если точнее 863 в 1882 году город был захвачен и присоединен киевской руси князем олегом смоленска располагался на перекрестке торговых путей северного из варяговой реки и восточного соединяющей западную европу с волгой и средней азией с 12 века смоленска столица независимого великого княжества смоленского в городе проживает 40 тысяч человек с 1404 года входит в великое княжество литовское в 1514 переходит состав московского государства в 17 веке город становится частью польского государства в 1667 смоленск возвращается россии вот из интересных фактов еще в 1919 году в смоленске была образована белорусская советская социалистическая республика столицы которой он и стал это потом он со временем стала переворолось все в город минска вот первоначальный вариант был именно смоленский в предвоенные годы смоленск стал значительным промышленным центром на его долю приходилось 36 процентов всего производства страны с 16 июля по 25 сентября 1943 город был оккупирован германскими войсками 3 декабря 1966 смоленск награжден орденом отечественной войны первой степени затем орденом ленина и в канун 40-летия победы удостоен звания город-герой ну среди достопримечательностей выделяется смоленская крепость свято-успенский кафедральный собор арамеев аврамиев монастырь памятник защитникам смоленска 1812 года интерес что во время строительства смоленской крепости по всей россии было запрещено каменной строительстве для обеспечения строки этой крепости камнем и мастерами день города празднуется неизменно всегда именно 25 сентября в памяти об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 25 сентября 1943 года герб городу дала лично екатерина вторая за всю историю смоленскими умножится гербов современный герб выполнен по мотивам герба 1780 года в серебряном поле изображена пушка сидящая на ней птицы гамаюн наложен на золотую звезду города героя по бокам его сопровождают два червленых знамени с вензелями шейна и александра первого в окружении цепей ордена андрея первозванного девиз восславлен крепостью начертан черными литерами на середине ленте текст девиза это цитаты из обращения кутузова к жителям смоленска в 1812 году вот такой у нас и на сегодня интересный день такой день как день города смоленска напомню еще раз 1159 летие мы сегодня отмечаем на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания